Восемьдесят три, восемьдесят четвёртый, но я ещё ничего. Вот был такой этот, ну вот, жена декабристов, мне говорят, вот начитался там про декабристов, так. Ну и что ж, я так воспитывал. Когда я в ссылке был, когда мы были в ссылке, у меня литературу вела, она жена академика, его расстреляли, так, а она у нас тоже в ссылке, ну, читала нам, вот, вот моё воспитание, видите. И я не жалею об этом. Ну, дети были здесь все, ну, у меня это, у каждого, ну, как, ну, нормальный, порядочный там русский человек, должен иметь семью, так ведь. Вот у меня семья, у меня трое детей, у меня семь внуков, у меня это, правнучка уже есть, вот. Вот недавно внук женился, вот буквально вот на, ну, на прошлой неделе, вот. И то, что я не имел, я просто, у меня ведь не было, у меня с самого, ну, с детства там ссылки пошли, потом война, потом, ну, воевал, потом лагеря, потом гулаг. И я живу сейчас там, где я, ну, 83 года, там, я родился, там, меня возили на колясочке, там, в лесочке и так далее. Это судьба. Вот чтобы не было такого бардака, который сейчас есть, что нет ни прессы, там, кого-то гоняют и прочее, так опять мы подходим к тому, что это было как-то раньше. Вот, чтобы не было возврата к прошлому. А сейчас опять идет к тому, что там, вот, я поры, это Сталина, мы это видим, и процветает, вот, наше прошлое все и прочее. Так, как будто не было этих жутких видов. Мы бы намного были бы дальше, глубже и умнее, ну, больше сделали, если бы не было такого, ну, такого беспредела. Я стараюсь не смотреть ни этот, ни телевизор, ничего это. Да, и в 41-м году мы вернулись в Ленинград. Ну, приехали квартиры наши, заняты, конечно, так. Мы пожили какое-то время у тети Гути, ну, там, у соседей, а потом дали нам на Сердобольской жили. Вот, прошло немножко время, и война началась, ну, вы знаете, в 41-м году. Вот, и, ну, война, блокада, там есть нечего и прочее. Но самое, ну, не хреновое, самое такое обидное, что, да, ну, я так дохленький был, то есть меня уже на саночках возили. И когда в 42-м году прорвали блокаду по Паладоге, меня на саночках отвезли на Финляндский вокзал, вот, посадили туда в поезд, потом довезли до, ну, докуда-то, я уж не помню, так, потому что я полу такой это был. И переправили через Паладоги, вот, посадили в вагоны и отправили на, ну, на большую землю. Но что самое-то противное, то, что если другие эшелоны отправляют там в Среднюю Азию, ну, Урал, Сибирь куда-то, а наш эшелон отправили на этот, на Северный Кавказ, в какие-то дамы отдавали, в один дом, в другую там группу, в другой дом, и такие вот у нас вот расселяли по станицам, вот в этих домах. Какое-то время прошло, мы так немножко окрепли, поделились там и прочее, так, ну, не помню, там, что, два-три месяца, полгода прошло. Вот, да, а работали мы на, там была такая четвертая ферма, и вот там мы сено косили, вот, и я, правда, не косил, а я точил косы, то есть я крутил вот эту штуку, целый день сидишь и крутишь ее, так, ну, это до сих пор у меня это осталось в памяти, вот, а ездили в этот город, и вот в очередной раз поехали в город, ну, и моя очередь была, причем на лошадях, это верхом на лошади, вот, а какой мне там ездок на лошади, ну, кое-как я там 40 километров проехал, так, приезжаем туда, а там все горит, все это, магазины грабят, там что-то несут, там, муки, ну, такое вот, мы говорим, что происходит, ну, как что, вот это, на той стороне там немцы уже, так, то есть немцы приходят, ну, что нам делать, так, вот мы собрались, какое-то количество, я не знаю, кого он там собрал, группу, и вот колонны пошли куда-то, ну, идем, идем, потом навстречу нам, такая же колонна навстречу идет, мы, куда вы идете, ну, как куда это, там немцы, мы идем туда, так там немцы, ну, все такое, в общем, короче, попали к немцам в оккупацию, и, ну, стали, как бы, ну, на оккупированной территории жить. После этого, прошло какое-то время, сестра старше меня, так, ее вскоре отправили в Германию, а меня, ну, и моих этих, ну, сверстников, так, позже тоже посадили в поезд, а мы работали на этом, на железной дороге, ну, грузили там, это, уголь грузили, щебенку грузили, ну, что такое грузили, выгружали вот такое вот, вот, и таким образом ее отправили в Нюрнберг, а меня отправили в Австрию, вот, в Штрасхов. Четвертый украинский, под Веной, нас освободила Красная Армия, в которую я вошел, я сел на БТР, на БТР, так, БТР это называется «Прощай, Родина», почему-то, так, вот. И первый, последний приказ был у меня, вот, взять французов-банхов, это вокзал, французов-банхов, ну, вокзал, вот, я, дорогу я знал, и я это направлял, там, мы ехали, стрельба там была, то-то, то-то, и вот это был последний приказ, и после этого уже было все, и мы дошли до, ну, немножко не дошли до Линца, а Линца, там уже эти англичане были. Ну, все, вот, на этом война моя закончилась, и все. Меня иногда приглашают, как это, уроки мужества в школу, и там мальчишки, девчонки спрашивают, вот, вы, это, молодой были, вы боялись что-нибудь, боялись? А я, знаешь, что, не боятся только дураки и дети. Я не боялся, но я был ребенок еще, то есть я не соображал ничего. Мало того, вот, я уже повторяюсь, я уже говорил вам, я сейчас удивляюсь и просто возмущаюсь, что, когда мы шли в атаку, стрельба там, то-то, там, это, рвутся гранаты и так далее, так, или эти фаусты рвутся, так, я всегда был первый, а за мной уже шел мой командир пузатый, то-то, и то. Я думаю, ах ты, гад, сейчас думаю, ах ты, гад такой, что ты за меня-то, что? Ну, это, мы тогда не думали об этом, не думали, это просто наша общая была, ну, цель, о смерти никто никогда не думал. Вот рядом стоит, вот Коля стоит, раз, и его нет. Ну, что нет, я перешагнул, пошел дальше, видишь? Но после этого, когда мы вернулись домой, вот, ни мамы, ни Дина, никого, я не знаю, где они это были, так, и я пошел, ну, встретил здесь двоюродную, а, Татьяна была такая, нашел Татьяну, а Татьяна, она, ну, она, ну, мамина сестра, она военврач, и она работала уже в Хомалиоке такой есть, ну, это под Выборгом, там, поселок, городок, и она работала там, ну, как медпункт у нее был, ну, заведующий этим медпунктом. Я поехал к ней, вот, дали группу, и я работал по разминированию. Потом Дина нашлась, Дина нашлась, это, ну, разыскала нас через Красный Крест. Вот, ну, и там так получилось немножко, и мне стали говорить, мол, как так, мол, я это приехал, а Дина там осталась, а она в американской зоне, вот, и, мол, это при... напиши, чтобы она это вернулась сюда, и прочее, так. Ну, а, слушай, кому это надо, рассказывать такие вещи? А я взял, написал, Дина живи, хоть и хорошо, так, тут хреново, вот так и прочее, так. Ну, мне это и дали, что. И главное, за что? Ну, написал это дурацкое письмо, Дина живи, хоть и хорошо, так. Вот, три года отсидел, ну, и хрен с ним подумаешь. Подтешево. Ну, это, наверное, 300 по Енисею. Ну, вот, мало того, вот, почему я, как бы, выжил там, я не урка, вот, но меня почему-то там, или не то что важно, ну, как-то считались со мной. Во-первых, я их всех обыграл в шахматы, там, так, потом я, ну, как бы, ну, истории мог рассказать, там, и прочее, так, да, я много считал, вот это рассказывал, так, и потом какой-то, ну, как сказать, как порядок наводил, то есть ко мне обращал, почему, не знаю. Но, я ненавидел художников, понимаешь, да. Почему, они говорят, вот что, мы идем на работу, лес валить, так, они сидят в тепле, цириков фиксуют, ну, этих, охрану и прочее, так, и там пишут плакаты, там, да, здравствуйте, товарищ Сталин, там, и прочее, и прочее, так. Мы возвращаемся, мокрые, там, холодные, голодные, так, а они этих блатных наколки делают, так, то есть это такая, я их ненавижу, так, и даже сейчас, когда вот у нас порой на Рубеншене в Миреале бывают выставки, вот было как-то, я ненавижу ее, потому что я помню, что ты был, ну, в лагере, там, ну, ну, имею право я на свое ощущение, а с женой это получилось, ее о жене мы не говорили, а с женой так было, что когда я заканчивал учебу, эту службу в Севастополе, вот, и, ну, как сказать, ну, там, ну, как молодой парень, это, морячок и прочее, так, ну, ходил в самоволку иногда, вот пошел на этот, на самоволку, а там где самоволку, ну, на пляж идешь в Севастополе, так, и лежат две девицы, такая же вот, ну, длинная, высокая, как вы, так, вот, одна, а вторая такая, ну, худенькая, вот, ну, я иду мимо, ну, книжка, я взял книжку, а там, это, маскарад Лермонтова, ну, там, Нина Арбенина и прочее, так, и вот, ну, это мой любимый, я знаю, она читает, а я ей наизусть, говорит, ну, там, что стоит ваши палеты, я с честью их достал, ну, и в таком-то духе, так, вот, и вот, я познакомился с ней, вот, ну, второй раз там встретился, еще там встретился, потом проходит время, все, подходит моя эта демобилизация, говорит, слушай, так и так, мол, я это заканчиваю службу и еду в Караганду поеду, так, она как, что там, ну, и прочее, так, и, и она говорит, слушай, я с тобой куда угодно поеду, так, вот, и что мы сделали, и мы поженились, мы женились 9 августа, я там свадьбу сделал, такую, там, даже приказ был по флоту, свадьбу Муравскому, так, во-первых, это в самоволке было, я там полоркестра притащил на этот, ну, на свадьбу, и она приехала с дочкой в Караганду, вот, махонькая она, и вот я получил большую полоску, там, шахтер, там, то-то, посылаю деньги, так, она купила, там, зимнее что-то, приехали, ну, там уже пошли разногласия у нас, вот, говорит, слушай, ну, получай большие деньги, что купим, я думаю, ну, что, давай, там, или машину купим, а давай корову купим, это что, это корова-то, ну, хотела купить корову, или козу, или корову-то, ну, она деревенская, так, это, из Крыма, вот, а я хочу эту машину, вот, уже пошли какие-то разногласия, Как сложилась жизнь Дины, сестры? Дина, как ее жизнь сложилась? А у нее это, ну она что, она вышла замуж, уехала в Америку, вот, потом нашла нас еще раз, когда мы уже это сидели и прочее, так, потом писала, вот, когда я уже стал свободным, она писала там и присылала, и посылки присылала, и письма присылала. Мама была, ну, на свободе, полтора, полтора года, я уже говорил, так, вот, и когда она умирает, только тогда приехала Дина сюда первый раз, понимаешь, ну, приехала на могилку уже, понимаешь. Дина жива? Нет, никого нет, никого уже нет, она года четыре назад, как она померла, Тоня умерла, жена моя, понимаешь, я один остался, вот, Колька тут рядом еще, это есть, так, ну, вот, и вы появились друзья хорошие, так, вот, хоть с кем-то поговорить можно, так, у меня дома даже кошки нету, понимаешь, это, понимаешь, это, понимаешь, это так, тяжеловато. Вот, смотрю старые фотографии, понимаешь, ну, сюда два раза в год приезжаю, вот, здесь встречаемся с друзьями, понимаешь, вот, вот, вы, мои тоже новые друзья появились, то есть, вы хоть, вы хоть понимаете, то, что все это происходило и прочее, но, опять же, это все в прошлом, вот, главное, что вы есть, что вы, это, что в следующий год, и фу-фу, поедем в этот-то, в Долинку поедем, куда-то, в Алжир поедем, вот, ну, это, надо жить какой-то целью. Вот, и она читает, а там первые строчки, эпиграф, прощай, прощай, если навсегда, то навсегда прощай. Это Байрон, вот, мама написала вот это, и она читает, и она нашла меня как-то, вот, и у нее слезы на глазах, и, ну, я еще мальчишка был, так, и вот, и с тех пор, я вам потом покажу, даже не взял, вот, с тех пор, ну, это мой не то, что эпиграф, вот, и вот эту штуку я отдал в музей, правда, ее это письмо, пусть она просто у меня не будет уже скоро, так, вот, ну, чтобы это осталось, что, ну, какая-то порядочность, какая-то, пусть это продолжается, так ведь? АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Спасибо, что это останется у каждого своей судьбы, и то, что мы сегодня видели, это, это останется, ну, надолго, это память. И то, что сделан этот фильм, это большое спасибо вам, это как бы для наших детей, для нашего прошлого, будущего, чтобы они это видели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok